Лютики цветочки в поле колыхают, ветерок шальной нежно обнимает, степь цветет и пахнет, эх, вокруг раздолье, троица настала, и душе привольно. 13 июня. День Ермия. Назван в честь святого мученика Ермия. Ермия в прошлом был воин, христианин. Он уже был стар, когда его стали заставлять поклониться языческим идолам. За отказ его бросили в печь. Спустя три дня раскрыли печь, но нашли святого живым и невредимым, прославляющим Бога, ибо огонь не прикоснулся к телу его. Затем позвали Волхва, который дал ему отраву. Ерем ее выпил и остался здоров. Волхов, видя это, сам принял христианство. В итоге обоих обезглавили. В народе этот день называли распрягальником, так как заканчивались посевные работы. Говорили, распрягальник, севу край, коня распрягай. Интересно отметить, что 14 мая в народе отмечали день Еремия Запашника, начало посевных работ. А сегодня праздновали день Еремия распрягальника, окончание. По этому поводу говорили. Еремий сев начинает, Еремий и заканчивает. Сегодня опрыскивали плодовые деревья от садовых вредителей. Приметы. Если сегодня ночь теплая, будет урожай овощей. Если сегодня утром стоит туман, к грибному лету. Если сегодня идет дождь, урожай будет слабым. А показать не можете хотя бы один? Да че ж не показать. А сейчас уже переросли. Да вы что? Маслята. Маслятки, маслятки, отличные маслятки. Я вам большой покажу. Вот такие. О, это переростки уже, да. Ну, ходила-ходила, мелких нету. Немножко там полведерочка может быть. Ну, а завтра после этого дождя? Нет, после этого дня два надо подождать. Ну. Тепла нету. Тепла нету, да. Тепла нету. Я два-тепла не подождала. Спасибо. Пожалуйста. Счастливого вам. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.